Сегодняшняя тема Напомним, представитель Всемирной Организации Здравоохранения, ВОЗ, Насара Аддин Тантауи сообщил накануне о 13 зарегистрированных случаях заражения жителей Египта высокопатогенным гриппом открывающая круглая скобка H1N1, так называемым, свиным гриппом. По его словам, все случаи были зафиксированы в Эль-Мансури, провинция Докахлия в 120 километрах от столицы Египта. Трое мужчин скончались, остальные заболевшие находятся под наблюдением врачей. Чем нельзя лечить грипп, читаете здесь, как отмечают в пресс-службе Российского Союза Туриндустрии, туроператоры не первый раз сталкиваются с распространением этого вируса в государствах, пользующихся популярностью у российских туристов, но не было ни одного случая, когда вспышка вируса была зафиксирована в курортной части страны, сообщает ИТАР ТАСС. Представитель РСТ также отметил, что, в случае с Египтом никаких предупреждений или рекомендаций от Роспотребнадзора не было, это означает, что туристам опасность не угрожает, и, никаких обращений от россиян, отдыхающих на курортах Красного моря по линии туроператоров, в РСТ также не поступало. Напомним, пандемия вируса гриппа H1N1, которая поразила весь мир в 2009-2010 годах, унесла жизни 41-го петербуржца. По данным ВОЗ, в мире было зарегистрировано 18,449 тысячи лабораторно подтвержденных смертельных случаев из-за пандемического штамма гриппа. Однако эти оценки базировались только на случаях официально диагностированного гриппа H1N1, тогда как большинство заболевших никаким лабораторным тестом не подвергались. Ученые считают, что эти реальное число заболевших может быть больше в 10 раз. Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь!